Да, включил микрофон, включил запись. Знаете что, очень быстро пробежимся, чтобы не отнимать время у Гриши. Мне очень понравилась статья... Натан сейчас прочитала, что Хамас... Да, но это было уже раньше, Лена, это было уже раньше. Они сказали, что если этого не будет до 6 этого, то они выстрелили, а действительно выстрелили. Ну, хорошо, выстрелили. Были всякие русские выражения на ту тему, кто куда выстрелил. Но, бесседер, ладно, пойдем дальше. Итак, очень интересная статья Рава Шерки, посвященная Иерусалиму. Да, вот в книжке, которую мы разбираем обычно по четвергам Йом Хамиши, называется Боад Муэт. Ну, какой-то приблизительный перевод на русский язык, каждому свое время, мне так кажется. Окей, очень интересная вещь, которая меня лично очень сильно затронула. И очень интересно, что он ее разбирает в аспекте Иерусалима. А именно, общая статья называется Иерушалаем Берия Дород. Иерусалим в зеркале поколений. Дальше начинает такую очень интересную штуку, которая казалась в 71 с Иерусалимом. Начинается ограничение, связанное со временем, с пространством и с персонификацией. Так мне это кажется. И раньше Рав Шерки пишет, что вообще в нашем мире, в котором мы живем, это мир ограниченный. И человек, ему свойственно бороться с этими ограничениями. Он с ними стиснут, но он все время старается их как бы раздвинуть. И в душе человека все время, как бы в его внутренности, в его духовном мире, все время есть некоторое ощущение, называется тискуль, ощущение такого-то огорчения или невозможности это преодолеть с одной стороны. Даже какая-то как бы он сердится на это. Какие-то три вещи. А вот эти три вещи, вот какие. Первая вещь, это вещь, связанная со временем. Эль Слиха, первая вещь связана с местом. Это всем совершенно очевидно и понятно. Когда человек находится в одном месте, не находится в другом месте. Человек не может быть одновременно в нескольких местах. Поэтому, как объясняет Рав Шерки, это тоже очень красиво, как бы мы видим в наших глазах. Человек все время старается, например, развить скорость средств передвижения. Для чего? Для того, чтобы, если посмотреть в метафизическом плане, постараться как можно быстрее из одного места передвинуться в другое. И задавается некоторая иллюзия, что ты типа того, что ты можешь одновременно в нескольких местах. Человек садится в самолет, засыпает, через 2-3 часа просыпается, находится в другом месте. Реально у него ощущение такое, что он просто передвинулся во времени. Каждый из нас это испытал. Хотя на самом деле, как бы, прошло очень немного времени. Но реально-реально, это есть некоторая иллюзия. Но с точки зрения реальных физических параметров, это не есть проблема. Почему? Потому что с точки зрения правдивой силы физического мира, тем не менее, надо признать, что физическое место ограничивает человека. И это ограничивает возможности человека, возможности его свободного существования. Второе мигбала или второе ограничение, оно связано со временем. Человек, он обязан жить в настоящем времени. Он не может одновременно существовать в нескольких временах. Поэтому опять, например, научная фантастика, научпоп, чем занимается, все время какие-то вот эти туннели времени. Человек переносится с одного времени в другое. Пятое-десятое для чего? Чтобы создать у человека какое-то вот это вот ощущение такое, что он находится вне своих вот этих физических преград, в которых он находится обычно. Человек, человек, несмотря на то, что он живет только в настоящем, его глаза, глазам его открыто только настоящее, он все время, даже как-то маниакально, скажем, он хочет знать, что было в прошлом, он хочет предвидеть, что будет в будущем, и при этом переживает только настоящее. И у него все время есть, точно так же, как по отношению к пространству, у него точно так же есть желание преодолеть вот этот параметр времени. Но, тем не менее, несмотря на все свои увертки, если так можно сказать, несмотря на все свои вещрения, о которых мы говорили, да, человек, тем не менее, он обреченный, так можно в кавычках, все время находиться только в настоящем. И это создает ужасные ощущения. И, говорит Раф Шерки, вот это мне, как человек, который в какой-то степени, скажем, занимается искусством, фотографией и так дальше, да, вот это мне очень интересно. Я как-то, ну, может, даже сказать, не задумывался про это. Раф Шерки, как бы, говорит. Вот поэтому, исходя из этих ограничений, да, человеку так свойственно, так свойственно любить литературу, смотреть фильмы, да, читать рассказы. Почему? Потому что ему дико хочется преодолеть эти ограничения. И мы еще не говорили о третьем ограничении, которое, может быть, самое важное. Третье ограничение – ограничение персонификации. Это что означает? Означает, человек все происходящее рассматривает через призму самого себя. Я – это я. Я такой, как я создан. Я не могу прочувствовать ощущение другого. Я живу своей жизнью. И все, что происходит вокруг меня, да, получается, что по-настоящему я чувствую это только в определенном месте, в котором я нахожусь, в определенном времени, в котором я нахожусь и через определенного меня, который я есть. А вот все вот эти как бы искусственность, так можно сказать, поэтому по-русски, наверное, искусство называется искусство, вот все эти искусственные ухищрения, которые поднимают нашу душу и которые настолько заполняют культурного человека, перечисленные кино, литература и так дальше, особенно, конечно, кино, они именно создают иллюзию, что я не хожусь во времени, я не нахожусь в каком-то месте. И самое главное, что я живу жизнью других людей, что человек никогда не может себе этого позволить. Вот это, по-моему, потрясающая штука. Это в какой-то степени действительно на сегодняшний момент для меня это самое сильное объяснение, зачем нужно искусство и вообще, почему оно так притягивает людей. И именно из-за того, что он создает некоторую очень возвышенную иллюзию преодолевания вот этих трех основных ограничений. А теперь вот мы переходим как бы более-менее к Иерусалиму. Очень интересно, какая связь с Иерусалимом. Рафшерки пишет, каким образом можно освободиться от этих ограничений? Говорит, ну как же, это очень просто. Как это просто? А вот так. Надо, по-видимому, соединиться с ситуацией, и это желательная будет ситуация, в которой не будет найти такое как бы пространство. Пространство географическое, пространство временное, пространство персонификации, в которой не будет и трех ограничений. В которой не будет ограничения ни места, ни времени, ни личности. А где это может быть? Давайте рассмотрим. Вот он говорит очень интересную штуку. Давайте посмотрим. То, что касается ограничений личностных. Он говорит, Акбалат Азман, или Микбалат Анефиш. Духовные ограничения, я назвал это персонификацией. Это же как бы не духовное ограничение, это значит, тут духа, а плыни моей личности. А кто? И отвечает. Тот, кто способен прорвать вот этот барьер, это Коэна Гадуль. Вау. Первосвященник. А почему Коэна Гадуль? Откуда это видно? Объясняет. Потому что в день Йом-Кипура, судного дня, персвященник, он осуществляет действия, которые вызывают более чем удивление. Что он делает? Он исповедуется от имени всего Израиля. И Хараширки спрашивает. Ну, вообще, это достаточно тяжело понять, почему. Потому что ввидуй, или то, что по-русски называется как бы исповедь, это не какая-то техническая вещь. Эта вещь связана с духовным состоянием человека, и человек не может попросить у другого человека осуществить за него какую-то другую душевное состояние. Например, полюбить за него. Я не могу кому-то сказать, слушай, вот, знаешь, есть такая вот женщина там или что-то, а вот ты не можешь в нее влюбиться. Не могу этого сделать, это даже сделал только я. А как же можно исповедоваться? Получается такая странная вещь. А Куэн Гадоль, он исповедуется за весь Израиль. То есть, как бы, получается ситуация, что он в себе вмещает, ну, я не хочу от души, но вообще духовное состояние целого народа, множество людей, переживает их эти состояния как один, во всех их проявлениях, которые были за прошедший год, и просит, просит прощения за то, что сделал не только он, а за то, что сделал весь народ. Если вдуматься, это действительно очень странно. Что существо, получается, что Куэн Гадоль, он как бы сердце всего народа, он является персоной всего народа, вот, пожалуйста, это, как бы, преодоление первой преграды. Окей, теперь дальше. Второе. То, что касается времени. Опять? Какое это время? Он говорит, это время Йом-Кипура. Почему? Потому что во время Йом-Кипура, в день Йом-Кипура, можно преодолеть ограничение времени, вернуться в тоннели, как бы, времени назад, прочувствовать, прожить все события, которые у человека были в течение года, и попросить прощения, исповедоваться за все то, что было год назад. За все то, что прошло год назад. Это в каком-то смысле получается, в каком-то смысле получается, что Йом-Кипур, Йом-Кипур, это день, который в себе вмещает целый год, а не только один день. И про это, он говорит, про Йом-Кипур сказано. Кибайо мазей хапер алехэм. В этот день будет прощено вам. То есть, в этот день будет прощено вам за целый год. А получается действительно, что как бы в каком-то смысле Йом-Кипур – это день, в котором мы преодолеваем вот это ограничение по времени. И осталось нам последнее. Осталось нам последнее то, что касается Иерусалима. Это то, что касается места. Это было третье ограничение. Он говорит. Дальше приводит очень красивый мидраж. И говорит, есть такое место, которое называется Эр-Цесраэль. А он, это земля Израиля, в традиции пророков называется Эр-Цацвиль. Очень такое красивое название, действительно. Эр-Цацвиль. Цвета олень. Это земля оленя. Дальше приводит такую штуку. В книге Даниэля написано. Ува, бээр-Цацви. И придешь ты в землю оленя. Бээр-Цацви. А Хазаль, мудрецы, объясняет, что у Цви, у него есть эластичная кожа. Что значит эластичная кожа? Эластичная кожа, которая может разжиматься. У них эластичная кожа. Окей. Почему это для нас важно? А он пишет. И точно так же земля Израиля. Она, земля Израиля, может вместить в себя гораздо больше, чем она в себя вмещает с точки зрения поверхностного взгляда, с точки зрения своих совершенно небольших физических параметров. Когда человек проникает или входит в землю Израиля, он вдруг ощущает, что реальные размеры земли Израиля гораздо больше, чем его физические размеры. Например, сказали мудрецы. А, вот еще интересно. Сейчас мы посмотрим, как эти размеры, они, вот это вот, то есть как бы внутреннее содержание места, оно становится все больше, да, чем дальше мы продвигаемся по отношению к святости. Если мы берем землю Израиля в целости, в целостности, то мы сравниваем, ну, сравним, например, с Эра Цацви, с оленем, и вот с кожей оленей, что она такая пластичная, земля Израиля в каком-то смысле, она вмещает гораздо больше. Ну, например, когда мы идем по отношению к храму, в храме, да, в храме, как минимум, есть, ну, как бы, вот две большие оболочки по отношению к святости. Есть более внешнее, которое называется Азара, да, и есть как бы внутреннее, которое называется Кодыш Кадашим, святая святых. Так вот, что интересно, когда мы идем внутрь, да, по отношению к физическому месту, которое занимало вот этого пространства, которое называлось Азара, мудрецы сказали, омдим цфуфим у миштахавим, у миштахавим рвахим, то есть стоят плотно, но при этом, когда все миштахавим, когда все наклоняются или кланяются, то ощущают себя совершенно свободными, никакой замыслности вместе нет. То есть получается, что вот эти вот ограничения по физическому размеру, они как бы размываются и не чувствуются. И более того, когда мы идем еще дальше и входим в Кодыш Кадашим в святую святых, то, как сказали мудрецы, а мудрецы вообще говорят, а Арон Эйно Минамида, то как бы Арон Акодыш, как Арон Акодыш, пару скажут, я забыл, там, где были Лухот Абрид, Скрижа Лизавета. Скрижа Лизавета. Да, 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 правильно, да. Он вообще как бы не имеет, хотя известно, написано, каким физическим размером он обладал, каким должен быть, но дальше немножко пропускает нужность времени, мудрецы показывает, что он вообще как бы висел в воздухе, не занимал никакого места. Вообще как бы не ограничен ни в каком пространстве. И получается, что в святая святых физика и реальная физическая физика места и времени, она не работает. Проказано, что изменяется. И заканчивает эра в Шерке, я тоже на этом заканчиваю, получается, что когда Коэн Агадоль, перосвященник, в скобках, перосвященник, это одна персона, но мы только что показали, что он снимает, молясь за всех, он снимает ограничения по личности, по персонификации. Коэн Агадоль снимает нефиш, снимает ограничения по личности. когда он входит в день Йом-Кипур, который мы показали, что Йом-Кипур снимает ограничения по времени, и когда он входит в кодыш Кадашим, который снимает ограничения по месту, тогда мы видим, что народ Израиля возвращается к корням жизни. и это, по-видимому, одна из возможностей, это я сейчас от себя добавляю, в дополнение к возможности голливудской фабрики грез возвратиться к корням жизни и преодолеть вот те три основные как бы параметры, которые ограничивают духовное существование человека. Вот такой очень интересный рассказ по Иерусалим. Мне казалось, что ну вот особенно я так не подразумевал, что будут такие политические события, там военные, пятые, десятые, но тем не менее, вот по-моему, это дает какой-то взгляд на уникальную позицию, составляющую, что такое Иерусалим и почему у него как бы такая важность. Окей? Ну вот это то, что я хотел сказать по Равушерке. Гриш, пожалуйста, я как бы передаю тебе, да, если кто-то хочет что-то добавить или сказать, пожалуйста, тут было что-то в чате, я не успел посмотреть. Андрей, да, неси меня олень в свою страну. Олень, это откуда? Из песен. Песен такая детская. А, серьезно? Русская или евритская? Советская. Из фильма. А, ну вот видишь, да, все правильно. Натан, а как ты понимаешь, вот эта идея насчет туннеля времени в Йон-Киппо, она сейчас работает, когда нет храма? Смотри, я тебе скажу честно, что значит, работает? До того, как я прочитал Рава Шерке, я не очень на этом задумывался. Понимаешь, то есть, как бы на меня это не работало. С другой стороны, когда я начинаю вспоминать, что происходит в синагоге, это довольно странно, понимаешь? Когда все люди раз в год собираются, то есть все люди, все евреи собираются раз в год в один какой-то выбранный день, для того, чтобы вспомнить все, что происходило в течение года. Там повторяют, могу сейчас съебиться, по-моему, пять или шесть раз повторяют молитву, да, ведуй, в котором повторяют все грехи. как бы, такого тоже невозможно быть, такого не может быть, человек может говорить только за то время, в котором он сейчас находится, а не вспоминать то, что было за год, понимаешь? То есть, в каком-то смысле получается, что емкий путь и такое-то странное, странное, странное время, которое не связано, как бы, ни с каким временем, которое вмещает в себя целый год. Может быть, еще это дополнительный, как бы, там такой параметр, что сколько это день поста, и мы как бы не едим, это тоже дает какое-то общее ощущение, что ты находишься вне каких-то человеческих параметров. То есть, ты не ешь, не пьешь, вообще существуешь в некотором ангельском положении, да, то есть, там молишься, вообще вспоминаешь, что было за год и так дальше. Ну, и, наверное, предполагаю, представить себе, что, наверное, в Иерусалимском храме это как бы ощущение было гораздо более сильно, то, что происходит у нас, как бы, приуменьшенной пятое-десятое, ну, наверное, как-то так. Окей? Ну, Гриш, ты нам скажешь, что же ты хотел? Да. Сколько там у нас осталось времени? Ну, неважно, есть время. Есть время. Ну, я тогда постараюсь, во-первых, начать чуточку с древних времен, потому что существует все время такой вопрос. Вот, Иерусалим называют городом трех религий. И тем не менее, в какой из трех, так сказать, даже, скажем, не религий, а цивилизаций, какую роль Иерусалим играл? И мы увидим, что очень разно. Если мы возьмем еврейское государство, еврейский народ, то Иерусалим в нем был вот в том древнем государстве, и политическим центром, и военным центром, и культурным центром, ну, и, естественно, духовным, религиозным. Потом, во времена Галута, ну, понятно, что он не мог быть для евреев политическим центром, вот, но, тем не менее, он оставался, если можно, так сказать, национально образующим центром, даже при том, что ну, подавляющая часть евреев вообще не жила в Эра Цесраэль. И, кстати говоря, очень интересный момент. К тому моменту, когда была принята декларация Бальпура, то есть, к 1917 году, к концу турецкого правления в Эра Цесраэль, Иерусалим был там единственным крупным городом, в котором евреи составляли большинство населения, что, конечно, о многом говорит. Вот, теперь мы можем это сравнить с тем, какое место Иерусалим занимал в христианстве и в исламе. Конечно, понятно, что люди верят в то, во что они хотят верить. Если, допустим, все вот эти аргументы, которые мы сейчас будем приводить, если, допустим, мы начнем об этом разговаривать с теми арабами, которые сейчас участвуют в беспорядках, это, конечно, бесполезно, но, тем не менее, я думаю, что нам самим это знать надо на всякий случай. Значит, начнем с христианства. Собственно говоря, первые 300 лет между зарождением христианства и моментом, когда оно стало государственной религией Римской империи. Здесь вообще оно распространялось на север, в Малую Азию, в современную Турцию, распространялось в Египет. Кстати, первым государством, где христианство стало официальной религией, была Армения, а не Рим. И в этот период, что интересно, христиане, новообращенные и те из евреев, которые, так сказать, от своего народа откололись и стали христианами, совершенно не интересовались Иерусалимом. Имеется в виду земным, конкретным, живым Иерусалимом. То есть весь их интерес был к Иерусалиму небесным. А что касается вот этих конкретных мест, то никаких тенденций к тому, чтобы туда возвращаться, находить какие-нибудь места, упомянутые, допустим, в Евангелии, строить там церкви. Ну, собственно, римляне и не дали бы им там ничего строить, но таких никаких поползновений вообще не было. Ситуация начинает меняться только тогда, когда в IV веке в Риме становится императором Константин. Я постараюсь очень быстро, так сказать, бегло все это обрисовать. В этот момент в Римской империи шла сильная децентрализация. Фактически так получалось, что каждый полководец на окраине огромной империи мог себя объявить цезарем и, в общем, там постоянно возникали восстания, расприи и так далее. Константин поставил перед собой задачу централизации государства. И он сделал несколько вещей. Во-первых, он там провел некоторые организационные реформы, которые нас сейчас не интересуют. Дальше он пришел к выводу, что с геостратегической точки зрения выгоднее столицу перенести из Рима на место нынешнего Стамбула. И, собственно говоря, основал по своему имени город Константинов. Дальше он решил, что, опять-таки, я не берусь судить, насколько он сам верил в то, что он делает, насколько он был верующим человеком или прагматичным, но что такая религия, как христианство, очень хорошо отвечает идеей централизации и он постепенно ее сделал государственной религией империи. Мало того, он провел собор, что, кстати, интересно, не в Иерусалиме, а в Никее, это тоже Малая Азия, провел знаменитый Никейский собор, где были приняты символы веры, где было очень четко отделено, как верить правильно, а что является ересью, значит, и внутри самой религии тоже вел централизацию. Но возникал вопрос, все-таки нам немножко трудно понять психологию правителей и вообще людей того времени, но раз уж он перенес свою столицу из Рима в другое место, где ничего нет, нет ничего сакрального, нет ничего священного, в этом год, только-только начавшем строиться Константинополе. Ему требовались какие-то, так сказать, атрибуты священства. И тогда он, только тогда его начинает интересовать Иерусалим. Он отправляет туда сначала экспедицию из своих епископов, так сказать, проводящих его линию. позже туда приезжает его мать императрица Елена и начинаются в Иерусалиме всевозможные археологические раскопки, там какие-то архивные поиски, поиски тех мест, которые упомянуты в Евангелии, как бы связанные с Иисусом. Иисусом. Ну, и как считается, они... В каком веке? Четвертый. Четвертый век новой эры. Спасибо. Прошу прощения, что не сказал. Да. В какой степени они нашли то, что действительно было, в какой степени выдавали желаемое за действительное, ну, например, место казни. Казни. есть разные мнения. Одни считают, что, так сказать, да, действительно, казни проводились вот в холм Голгофа именно там, где сейчас считается есть Голгоф. Есть другая версия, что место казни находилось совсем в другой части Иерусалима. Но это не столь важно. Важно то, что вот только из таких соображений Иерусалим привлек его внимание, и что при всем таком внимании все равно не было у него ни малейшего желания и никаких опять-таки поползновений, скажем, переносить туда столицу проводить или делать Иерусалим какой-нибудь крепостью или развивать там экономику. Ничего этого не делалось. Конечно, то, что там стали строиться церкви, монастыри, это немножечко, так сказать, усилило поток паломников туда и экономика в связи с этим чуть-чуть ожила, но это не было чем-то целенаправлым. Ну и дальше, собственно говоря, мы можем сказать, что византийское правление, константинопольское правление продолжалось всего лишь до 7 века, до пророка Мухаммеда и появления ислама. Поэтому период этот был не такой уж большой. Наверное, нам более интересно сейчас посмотреть, что же там с исламом. Значит, известно, что Мухаммед, это 7 век, вначале очень сильно рассчитывал на то, что евреи, в том числе аравийские евреи, богатые купцы медины перейдут на его сторону и начнут принимать ислам. И в период этих заигрываний действительно было такое, что он и его последователи молились лицом к Иерусалиму. Вот кибла направление молитвы. Но как только стало ясно, что евреи за ним не идут, этот обычай исчез, и они стали молиться лицом к Мекке. и священными городами стали Мекка и Медина. Чуть позже возникает легенда о Аль-Мирадж, как это сейчас называется, что якобы в одну из ночей Мухаммед был каким-то мистическим образом перенесен в Иерусалим. Ну и дальше это можно понимать, так сказать, как угодно. То ли он там был, так сказать, вознесся в прямом смысле на небо, на самый высший уровень, там, седьмой уровень, то ли он попал в какое-то место, где, так сказать, небесный мир соединяется с земным, по мусульманским представлениям, и произошло это у так называемой дальней мечети, что по-арабски будет мечеть Аль-Акса. Вот, и таким образом возникает интерес, почему первоначальное направление исламской молитвы было в сторону Иерусалима, потому что это было заигрывание с евреями, которых Мухаммед думал, так сказать, привлечь на свою сторону. Ну и, кроме того, он вообще, так сказать, все-таки позиционировал себя как наследник и Торы, и христианства, так сказать, истинно в последней инстанции, пытался на это опираться. Но, опять-таки, все эти вещи использовались чисто в политических целях. Дело в том, что империя, которую создал Мухаммед и его последователи, вот самые первые халифы, первые 100 или 200 лет этой империи были сплошные междоусобные войны. Дальше, конечно, тоже. И часто возникала ситуация, что столица очередной династии находится, допустим, в Дамаске или у аббасидов она находилась в Багдаде, они, собственно, построили Багдад. И земля Израиля входила как бы вот в этот кусок империи, а в самой Аравии, там, где Мекка и Медина, там кто-нибудь восставал, и там был какой-то совершенно другой правитель. И начиналось перетягивание каната вот между этими соперничающими сторонами. В частности, оно выражалось в том, куда совершать хадж, паломничество, которое в исламе является одним из обязательных вещей для правоверного человека. Так вот, те правители, которые не владели в тот момент Мекки и Медины, естественно, старались, чтобы их подданные туда не ходили и не попадали под вражеское влияние. А чем заменить? Заменить очень просто, объявить, что Иерусалим имеет тоже огромное религиозное значение, что это третий по значимости священный город после Мекки и Медины. И тут как раз очень подходит и легенда о мистическом путешествии Аль-Мирадж и легенда о мечети Аль-Акса и так далее. Собственно говоря, вот истоки. Дальше я... Можно вопрос, Гриш? Да. Вот эта легенда о путешествии Мухаммада, то есть ее в Коране нет? Это более поздняя легенда. Это более поздняя. Ее рассказывал Амар, первый из халифов. Причем там есть... Об этом в прошлом году очень интересно рассказывал Ревен Хаскин. Там есть несколько вообще версий о том, как после завоевания Иерусалима они искали это место, которое Мухаммед Амару в личной беседе описывал. То есть это скорее так. Это идет от халифа Амара со ссылкой на личную беседу с Мухаммедом. Теперь если мы посмотрим, что было дальше, уже не вдаваясь в такие подробности, сказать можно так, что с одной стороны Иерусалим все время был местом по поводу которого принимались какие-то политические решения. И каждый очередной правитель, будь то очередной султан в Османской империи старался либо что-нибудь в Иерусалиме построить, либо реставрировать, в общем, какой-нибудь там следоставить. Шло соперничество, это уже ближе к нашему времени, средние века, там 17-18-19-й, шло соперничество между европейскими державами и лидером, здесь, конечно, была Франция, соперничество за договоренности с султаном, о том, чтобы данная европейская страна получила там в Иерусалиме какие-то особые права, как хранитель христианских, прежде всего, католических святынь, защитник паломников и так далее. Позднее в эту борьбу включилось, кстати, и расти для того, чтобы защищать православные святыни, включилась Италия, включилась Англия, но опять-таки мы здесь видим то же самое, что да, по поводу Иерусалима какая-то политическая борьба шла, но сам город ни в одной из империй или царств, в которые он ходил, не являлся ни культурным центром, ни столицей, так сказать, ни резиденцией правителей, то есть ему совершенно не уделяли внимания. И западный мир, вообще говоря, это для себя открыл где-то в 19 веке, когда туда многие стали путешествовать. Вот, и в частности известная поездка Марка Твена. Вот, и интересно, что он писал дальше в своих дневниках. Он говорил, что вот вообще средний американец, его современник, представляет себе святую землю примерно как Америку, вот, ничем не отличается. Вот, все, что он вокруг себя видит, примерно такой же климат, такая же земля, такой же уровень развития, но только населенные библейскими персонажами. И, приезжая вот туда в Эрцесраэль или в Палестину, ожидает увидеть именно такую картину. А видит совершенно другое, видит отдаленную турецкую провинцию, глухой-глухой восток, далекий-далекий восток, антисанитария, страшная отсталость, так сказать, ну вот, тогда постепенно мир начал понимать, что же, собственно говоря, происходит в реальности, что то значение, которое уделялось Иерусалиму в религиозных книгах, совершенно не соответствует тому, как вот эти различные нееврейские правители к городу относились, и что они с ним сделали, и во что они его превратили постепенно. Что интересно дальше? Дальше интересно, что когда англичане завоевали Палестину, Эра Цисраиль, ну, завоевали вообще всю Палестину, я ее сейчас так называю, просто потому, что так стало называться подмандатная территория британская, то они изначально были нацелены на то, что им придется там иметь дело с тремя религиозными общинами, еврейской, мусульманской и христианской. И строили какие-то планы, и европейские, и американские круги строили такие планы, что христианская община будет там усиливаться. Но получилось совершенно по-другому, и англичане это очень быстро поняли, что настоящее, что там происходит, это конфликт между национальными, прежде всего, арабо-еврейскими, еврейско-арабскими, как угодно его можно назвать. И вот характерный момент, что в Иерусалиме к их приходу существовал, к приходу англичан существовал муниципальный совет. И этот муниципальный совет состоял из представителей трех религиозных общин. Англичанам постепенно пришлось пойти на то, что он стал просто еврейско-арабскими без деления арабской общины на мусульман и христиан. А уж христиане, которые не арабы, вообще перестали играть какую-либо роль. И вот теперь перейдем к моменту очень сложному, такому я постараюсь не очень долго на нем останавливаться, а как собственно говоря относилось к Иерусалиму вот именно в то время сионистское движение. Ну вот я прошу прощения, что сегодня получается так сбивчиво, но просто дело в том, что по времени не получилось бы такой огромный исторический период как-то вот уложить. Поэтому приходится мне немножечко вот так вот перескакивать, и если получается как-то плохо, то мне пожалуйста говорить. Значит настоящая большая Алия, конечно, хотя первые волны Алии были еще при Османском правлении, но настоящая началась после декларации Бальфора, началась она при Англичан, массовая какая-то. И первые ее волны это были нерелигиозные евреи, европейского воспитания, очень большие идеалисты, очень много из них было социалистов, и когда они туда приезжали, то с населением Иерусалима они с трудом находили общий язык и в переносном смысле и в прямом, потому что население Иерусалима было полное противоположностью им. Это были люди восточные, хотя не только, конечно, сефарды, там были и ашкеназы, но привыкшие к восточному образу жизни, глубоко религиозные, с очень большим трудом воспринимавшие сионистские идеи, а уж социалистические идеи, не воспринимавшие абсолютно. и для них вот эти вот новоприбывшие просто это были какие-то странные западные люди, пришельцы, может быть, даже арабы по стилю жизни им были ближе, чем вот эти приезжавшие европейские нерелигиозные сионисты. И с другой стороны, сионистское движение тоже идеалом для большинства из них было сельское хозяйство. Идеал был такой, что вот возвращаемся, мы больше не будем ни адвокатами, ни ремесленниками, ни вот всякими там нотариусами, мы будем обрабатывать землю, мы будем с оружием в руках эту землю защищать, если придет, будем осушать болото, так сказать, лопата в одной руке, винтовка в другой руке. И в Иерусалиме, в обстановке атмосферы Иерусалима просто было душно. И это при том, что, конечно, руководящие органы сионистского движения и вообще еврейского Ишуа, то есть вот этого нарождающегося будущего государства, эти руководящие органы, конечно, разместились в Иерусалиме, просто потому, что там была британская администрация. И ситуация стала меняться только медленно-медленно. Ключевым моментом был 1937 год, когда после очередной такой арабо-еврейской партизанской военной, что называется, арабской восстании, приехала из Лондона комиссия во главе с лордом Пилем, чтобы разобраться и чтобы дать свои рекомендации. И она дала свои рекомендации по будущему разделу вот этой подмандатной Палестины. И по ее плану получалось, что Иерусалим, еврейское государство, не войдет. И, собственно говоря, у Великобритании периодически возникали всякие планы будущего раздела, и по всем этим планам получалось, что Иерусалим никому не достанется. В лучшем случае останется им под британским правлением или под каким-то международным. И тогда состоялся сионистский конгресс, на котором, собственно говоря, впервые сионистские лидеры, в том числе и вот эти левые сионисты и социалисты, заявили, что нет, на такое соглашаться нельзя категорически, что, вообще говоря, еврейское государство без Иерусалима это что-то просто немыслимое, неправильное, непонятное. И даже больше того, у них прозвучали опасения, что если Иерусалим останется за пределами еврейского государства, то он может стать цитаделью его противников, к которым будут относиться и англичане, и арабы, и те харадимные круги, которые были против возрождения еврейского государства, вот так сказать, без прихода в Машеах. Вот, то есть, существовало такое опасение. Ну, и дальше мы можем проследить, как это все усиливалось, то есть, значимость Иерусалима для сионистского движения усиливалась по мере строительства государства, и следующим ключевым моментом здесь стала война за независимость. Опять-таки, во время войны за независимость там очень много белых пятен, честно говоря, и много, наверное, моментов, про которые не очень хочется вспоминать. В частности, есть большой вопрос. То, что Хагана защищала Западный Иерусалим, то есть, жилые еврейские кварталы, это да. То, что Бен-Гурион очень хотел, чтобы они вошли в состав государства Израиля, это да. А вот насколько всерьез шла борьба за Восточный Иерусалим, в частности, за Западную стену, здесь мнения очень разные. И существует мнение, что в 67-м году, когда наконец-то произошло то событие, которое вчера и сегодня днем мы отмечаем, объединение Иерусалима, так вот, собственно говоря, неизвестно до сих пор, как же все-таки это произошло. кто же отдал приказ двигаться в Восточный Иерусалим, кто отдал приказ занять Старый город. И по одной из версий это как бы было общее настроение в военных кругах, в какой-то степени настроение генералитета, который весь прошел через войну за независимость в 48-м году и в какой-то степени чувствовал, может быть, свою вину, что ли, политическую вину. Короче говоря, что это произошло само собой в какой-то степени. Или можно сказать, что просто Всевышний так направил действия людей, что никто, собственно говоря, приказа, может быть, и не отдавал, а вот все так получилось. Вот. Но вот, пожалуй, вот на этом я именно исторический такой экскурс хотел закончить, но дальше вот есть такой момент немножко провокационный. Сейчас я к нему подойду. Значит, когда началась в 90-е годы, когда началась большая алия из бывшего Советского Союза, то обнаружилось, что процент людей, которые выбирали местом своей репатриации именно Иерусалим, что это процент с каждым годом становился все меньше, меньше и меньше. До тех пор, пока в 2000-е годы не был замечен, собственно говоря, отток еврейского населения из Иерусалима. Прежде всего, нерелигиозный. Вот. И здесь мы уже подходим к проблеме противостояния религиозного и нерелигиозного стихторов. Вот. Если мы сейчас посмотрим, например, в Ютьюбе очень много роликов можно найти, где люди, евреи, которые родились в Иерусалиме или когда-то туда приехали, сейчас живут в Израиле в других городах, вот они приезжают с камерой, ездят по тем кварталам, в которых они когда-то жили, и вот они с какой-то грустью говорят, что да, здесь все так изменилось, сейчас здесь совсем другой состав населения, в основном население здесь религиозное. Значит, ну и понятно, что у религиозной стороны свои претензии, и этих претензий не меньше к нерелигиозному. А при этом мы видим сейчас, собственно говоря, что мы видим, что остается символом Иерусалима на любой открытке, на любой картине. Это вот этот вот золотой кукол, мечеть. Иерусалим Шальзаха, знаменитые песни, золотой Иерусалим. Что в Иерусалиме именно золотого сейчас? Получается, что это мечеть. Чем больше всего, так сказать, восхищались в последнее время тем, что происходит какая-то интеграция израильских арабов, собственно говоря, в общеизраильское общество. И вот в этом году, День независимости, его ведь открывал араб, тот самый, который произнес молитву Шма Исраэль вместо умиравшего еврея, который просто физически не мог ее сказать. И вот этот араб, находившийся поблизости, я не помню, он медик, который лечил того человека, вот он произнес за него Шма Исраэль, то, что положено в предсмертный момент произнести. И этому человеку было поручено, собственно говоря, зажечь факел в этом году, в День независимости, арабу. И все это, казалось бы, хорошо и замечательно, и очень хорошо отвечает вот этому тексту «Просите мира Иерусалима», казалось бы, «Миру между евреями и арабами». Но вот я прошу прощения, я уже почти совсем закончил. Если говорить о еврейско-арабских отношениях в современном Израиле, то мы сейчас уже видим много очень интересных вещей. Вот, например, берут интервью у репатрианки из города Аппо, тоже город со смешанным еврейско-арабским населением. И она говорит, что вот, живя там два года, она хорошо выучила иврит и в значительной степени выучила арабский. Очень часто рассказывается о том, новым репатриантам рассказывают о том, что да, вы будете вполне готовы к тому, что на вашей первой работе вашим начальником окажется араб. Или недавно в живом журнале я читал рассказ тоже репатрианки, которая вот только приехала. Она собственно говоря нанялась на временную работу, на какой-то завод. Вы знаете, бывает, когда каждый день набирают новых работников в зависимости от того, сколько именно в этот день нужно. И вот она туда пришла и работа тяжелая. Но мало того, еще и руководители смены, то есть люди, которые решают, кого в этот день они наймут на работу, а кого нет, это арабы, это решают арабы. Ничего себе ситуация. И вот на фоне всего этого у меня появилась такая крамольная мысль, которая собственно говоря это вопрос, который я хотел задать НАТО. А не может ли так вот получится, что для значительной части религиозного населения, по крайней мере Иерусалима, постепенно вот такие же вот религиозные мусульмане, арабы, если они будут мирными, если они будут интегрироваться, постепенно окажутся как бы вот ментально, социально более близкими, чем нерелигиозные евреи. и особенно евреи-репатрианты в еврейском происхождении, которых есть много сомнений. Вот, пожалуй, кто начинает. Как же мы не слышим тебя? А у тебя микрофон отключил. Все, как бы, только откуда ты берешь, как бы, откуда религиозные, откуда смычка с религиозными? Человек, который, вот этот парень, который зажигал, лопит факел в празднование Дня Независимости Израиля. Потому что нерелигиозные. Понимаешь, смотри, вот если опять... Наоборот, я думаю. Я думаю, наоборот. Смотри, были попытки какие-то, но это такие, это шулайм, это маргинальные, известные очень раф, сейчас теперь уже в зале из поселка Текоа. У меня влетел из головы его имя. слегка очень не Фридман, но вылетел у меня из головы его имя, который, но он маргинальный, он встречался с сарами, встречался с какими-то там шейхами и все прочее. Но в своем большинстве, в своем большинстве, как бы общая масса, что называется, мусульман, они дико агрессивны. Это вообще, как бы, с их точки зрения, это очень агрессивная религия, очень агрессивная. это, ну, как бы, мне даже кажется, что это дело не столько в религии. Главная проблема продолжающейся конфликты с арабами, как со своими израильскими, так и как бы внешними, заключается в том, что до сих пор не исчерпан тот зловредный потенциал Осло, который дал им надежду на национальное возрождение. Все то время, когда у них будет даже совершенно не соответствующее реальным действительным действительностям, но какая-то подпитка национальным чаянием, который выражается как бы на простых вещах, а именно выкинуть отсюда евреев, убить евреев, изгнать их, каким-то образом быть вместо них. Все то время, пока у них будет это ощущение, это ощущение, конфликт не исчерпается. На уровне гражданском, на уровне гражданском, все те арабы, которые хотят быть гражданами израильского общества, они могут не петь гимн, они могут даже не вставать, когда там гимн, еще какие-то вещи, понимаешь, никто не требует флаг над домом вешать. Нет как бы такой обязаловки, понимаешь? Но они если хотят быть членами гражданского сообщества, они гражданского сообщества, но вся штука заключается в том, поэтому это все опять заключается в Иерусалиме, в Восточном, с их точки зрения, это действительно так, по отношению ко всему Израилю, это самое неотработанное место. Иерусалим физически, не физически, а наоборот, теоретически, он называется 50 лет, он называется Объединенный Иерусалим. Я лично, когда я должен ехать раз в год на могилу к отцу, реально выезжаю из Малайдумин, приезжаю полчаса, объезжаю на Раматышколь, вот сейчас, если я влево поворачиваю там 200 метров, начинает тот самый Шейх Джарах, который сейчас говорится на всех этих самых радиостанциях. Там реально очень простая ситуация, на них это гражданский иск. Арабы захватили землю, которая была выкуплена евреями, и все. Суд, ну, никакого правительства вообще нет, суд принял решение, что их выселить оттуда, но это совершенно гражданское дело, а они это превращают в это. Когда мне надо ехать на могилу отца, ты проезжаешь 200-300 метров, ты попадаешь в другое государство, там нет надписи на иврите, там нет национальных фрагов, там нет ничего, ты попаждаешь в враждебное место. Потому что реально, реально никто не отрабатывает Восточный Иерусалим. Да, есть специальный амутод, есть совершенно мужественные люди, семьи, которые пытаются действительно каким-то образом найти арабов, которые готовы продать там и все, пятое и десятое. Понимаешь? Но реально, реально этим все равно на уровне государственном не занимаются. Все. Хорошо. Я просто попробую этот вопрос немножко по-другому сформулировать. Довольно часто, вот мне, по крайней мере, приходилось слышать такое мнение, что коренные израильтяне, евреи и коренные живущие в Израиле арабы, если не говорить, конечно, о радикалах, а те, которые достаточно мирные, которые работают в больницах и университетах и так далее, что они понимают друг друга и менталитет друг друга гораздо лучше, чем менталитет тех новеньких, кто приезжает в Израиль и тех, кто приедет в будущем и тех, кто будет приезжать через десятилетие и так далее. Я говорю про эту смычку, что если эта мечта о мире еврейско-арабском, если она действительно будет реализовываться, к счастью, и это хорошо, то не повторится ли та ситуация, которая была к началу британского мандата, когда, собственно говоря, в Иерусалиме мусульманская и еврейская общины жили достаточно мирно, прекрасно пили кофе, были хорошими соседями. А вот эти пришельцы из западного мира в общем-то были чужими и тем, и другим. Смотри, я бы не столь так разносить, потому что есть некоторые опорные точки, как в любом государстве, которые объединяют граждан. Например, служба в армии. До тех пор, пока у арабов дети не будут служить в армии, они не будут никакими братьями, понимаешь? новый репатриант, который приезжает, родители у него говорят по-русски, понимаешь, он проходит армию, и вот эти ребята из Америки, которые приезжают. У нас сейчас куча примеров вообще в Малой Адумиме. Люди, которые, не как мы уехали в Израиль, они уехали в Америку, сделали там карьеру, вполне нормально, жили, нарожали детей. И все, и в какой-то момент им дети говорят, о чем мы здесь делаем вообще, мы евреи, наше место в Израиле, я хочу служить в армии. Родители в полном шоке. Уже несколько семей, которые приезжают, понимаешь? Но как бы служба в армии общая, поэтому ты приходишь в больницу, там куча арабских этих там врачей, понимаешь? Я же не говорю про медбратов и пятое-десятое. Все равно, понимаешь, как бы при всем при том, это она никогда не, стенка не сломается, пока они не станут граждан, в том смысле, что они будут к этому государству относиться так же, как мы к нему относимся. Понимаешь, хотя бы на уровне распределения обязанностей, а не говорю на уровне ЦИОН, ТОРА, ЦИОН, и поэтому они к этому не имеют отношения, понимаешь? Но на уровне общей счастью этих обязанностей нет, они просто, есть из них те, которые выбирают путь, они понимают, что им здесь гораздо лучше, если они получат специальности, они пользуются тем, что им не надо служить в армии, они гораздо быстрее могут начать учиться и начать карьеру и там пятое-десятое, понимаешь? Но при этом по отношению к ним все равно будет некоторое отчуждение, потому что у него там другие праздники, вполне нормально, у меня в подъезде бы жил араб, понимаешь, который бы там Рамадан был Шмабадан, ради бога, пожалуйста, какая, как бы у меня никаких проблем с этому нет. Проблема в том, что он к этому государству относится по-другому с точки зрения гражданина, понимаешь? Я думаю, что это будет меняться, я думаю, что это будет меняться, понимаешь? Но такие вещи, которые, например, как вот в Иерусалиме, они все равно показывают, что это далеко отсюда. Смотря, не знаю, насколько это освещается и нет, но каждый раз по-новой всех ставят на уши, когда мы все, скажем, считаем, ну вот, может быть, новые отношения с арабами, какой кайф, и вот они чуть ли не фраисты, и все. Смысль сейчас делается среди арабских этих самых, среди израильских арабов. Дикие демонстрации в поддержке этого самого Хамаса и все, и пятый-десятый. Опять начинается то же самое. Но это же не единица, понимаешь? Поэтому их самих, и, понимаешь, их было... А этот процесс пошел, это хорошо? А этот процесс пошел, но смотри, еще раз, в моих глазах вот то отрицательное, что было сделано, как бы ословский процесс, когда их посадили на два кресла, понимаешь? В общем, считали, что они будут сидеть на двух крестах, это очень хорошо, они будут служить каким-то мостом туда. Нет, они пока не слезу с этого кресла не поймут, понимаешь, здесь второго государства не будет, все, эта история закончена. Тем пор они будут как-то как бы выступать, понимаешь? Наверное, изменится к лучшему, я не знаю, наверное, изменится к лучшему. Такие вещи, например, как сейчас, они показывают, что, не знаю, с точки зрения, даже как бы военно-стратегическое, тоже непонятная ситуация. Не только я не знаю, как это как бы решить, понимаешь, страна очень маленькая, рядом с тобой находится бандит. Соответственно, говоришь, послушай, я не хочу класть своих солдат, и главное, я не хочу даже побеждать его, почему-то, потому что потом мне надо будет два миллиона населения брать к себе на иждивение, я тоже не хочу этого делать. Дело в том, что это бандит в современных ситуациях, понимаешь? Даже такие тупые, как они, они все равно могут научиться эти самые ракеты, они их тайно привозят, либо изготавливают, и все. Они простреливают всю страну. Поэтому, например, такие банальные лозунги, которые были очень популярны, по-человечески очень понятны, которые все движение было за выход из оставления газа, что мы делаем в газе, с чем она нам нужна, только идет, там может оставаться. Звучало очень логично, ответ был простой. Надо было быть в газе, для чего? Для того, чтобы не обстрелился и Русалимов и Тель-Авив. Вот такой ответ. Когда ты оставляешь их один на один, ты их психологию понять не можешь, сколько бы ты денег мне не давал, сколько бы ты им не говорил, что импортный, будешь строить порт, аэропорт и все, и пятый десяток. Они не ведутся на это. Все. Кстати, Рав Кук что-нибудь говорил по этому поводу? Писал? Неизвестно? Я имею в виду по поводу будущего, будущих отношений не между секторами еврейскими, а с арабами, учитывая вот это вот все. Смотри, я тебе скажу, вот как я читаю сейчас комментарии, что народ пишет как бы в сетях, да, как бы есть полярные, значит, с одной стороны люди говорят, как жалко, вроде с ними там какое-то сотрудничество наметило, а с другой стороны, очень многие пишут. Это повторяется все время. Необходимо сделать снова 48-й год. 48-й год. Когда в результате войны значительная часть арабского населения она оставила Израиль. Понимаешь? Все эти Аков, все эти Хайфы и так дальше. Лот, Рамли и все прочее. Понимаешь? Люди пишут, значит, по-видимому, пришло время, снова сделано 48-й год. Иначе это решить невозможно. Не знаю. Наверное, все-таки, это все равно какой-то виток будет. Ничего не знаю. Конкретно не решиться. Вообще идея такая. Какая идея сейчас, например, этих военных акций, которые будут? Дать им по голове так, чтобы они поняли, что это некоторая логика. Надо им дать так по голове, чтобы они, делая в следующий раз, как бы, рассчитывая, стоит ли связаться, они подумали, а связывать не стоится. Почему ущерба больше? А все время получается, что у них расчеты другие, понимаешь, которые не строятся, на тех расчетах, на которые мы строим расчеты. Понимаешь? Вообще-то в 48-м году их так, честно говоря, за исключением отдельных эпизодов никто не выгонял. Причина-то была в другом, что эти наступающие армии египетская, орданская, сирийская, иракская, что они там, листовки и по радио говорили арабскому населению, что вы пока временно покинете свои дома, мы тут дней за пять все закончим, тогда вы вернетесь. Они покинули, оказались за пределами нового государства Израиля, ну и, собственно говоря, никто их обратно не пустил. Я очень надеюсь, что вся ситуация она все равно будет развиваться к лучшему. Очевидно, что ситуация, она зависит от самосознания самих евреев. Самосознание самих евреев и израильтян это изменяется. Она изменяется к сожалению, не под воздействием некоторых теоретических выкладок, что писал Рав Кук, в соответствии с реальной ситуацией, которая происходит вокруг. Окей? Окей. Ну хорошо, господа, я вас, тем не менее, всех нас поздравляю с Днем Мирусалима. Мы Мирусалима. в Карабской школе. Увидите, что там увидите, это могу сказать так, будет Текис каждый день с подъемом флага и гимн о том, что нужно освободить Палестину до моря. Это наша земля и это если человека с трех лет до окончания школы обучают этому гимну, то естественно, что у него этого другого мнения не будет. Поэтому понятно, что дальше ситуация будет только ухудшаться. Поэтому, в общем-то сказать, перспективы нулевые, скажем так. Я с тобой согласен, что действительно в течение 20 лет промывали мозги и выросло целое поколение. Это действительно так, но я надеюсь, что идут какие-то процессы, тем не менее, другие. Мы видим даже на протяжении нашей жизни в Израиле, мы видим, насколько больше становятся арабов, которые включаются в нашу гражданскую жизнь на уровне врачей, работников, то, сего, пятое, десятое. Тем не менее, этот процесс тоже идет. Не знаю. Процесс идет, но они нас ненавидят все равно. Как бы они ни были, врачи, неврачи, внутренняя ненависть, они просто это не афишируют, но это наши враги. Когда не знаешь, когда они будут в спину стрелять. Это проблема. Да. Но, опять, тот парень, который читал Шма, я не думаю, что он ненавидит евреев. Понимаешь, эта ненависть евреев, она зижитится на том, что есть надежда их отсюда сковырнуть. Все то время, когда государство укрепляется, по-видимому, эта надежда становится меньше. Люди тоже меняются, но, к сожалению, это занимает гораздо больше времени, чем казалось бы. Окей. По идее, по идее, восточный Иерусалим, мы там ничего не делаем. Правильно. Там реально ничего не делается. Отдать восточный Иерусалим, и все. И живите там, как хотите. Почему это нельзя сделать? По очень простой причине. В тот день, когда ты отдашь им Иерусалим, первое, что они сделают, они поставят ракетные установки. Даже сам один должен стрять по Малой Думи, по Западному Иерусалиму. Больше ничего не интересует. Вот на этом уровне все поняли, что любые договоренности с ними, они не имеют никакого смысла. Абсолютно. Все. Окей. У них же тоже, они не на коне, они переживают дикие процессы. если это Балестинская автономия, она разваливается, нахрен, понимаешь, мазан сходит в повестки дня, у них там, у них как бы свои, тоже они стреляют по Иерусалиму. Ну, выстрелил, нам повезло, ему один раз он дострелил до Иерусалима. Это не означает, что они вообще как бы жизнеспособны, что-то могут делать. Ничего не могут делать, абсолютно. Они находятся в полном отчаянии. И на территории, и в том числе, понимаешь. Если бы Израиль не дал им эти самые вакцину от короны, где бы они сейчас все были, понимаешь. Окей. Но сегодня Франция, вот обращение французских генералов к правительству. Да. Значит, они же не жили во Франции там сто лет назад, а сегодня Франция просто стонет от этого. А вроде бы страна уже более продвинутая, чем Израиль. Вроде как бы европейская. Но что мы имеем? Что ж генералы Франции призывают, значит, эту самую войну с исламом. В общем-то. Окей. Смотри. Евреи рахманибны рахманиб. Милосердные дети милосердных. И мы не хотим жить в государстве, которое будет, не дай бог, кого-то вырезать, гнобить, или там ссылать за Урал куда-то, на Стура, а в то никуда. сослать-то некуда вообще говоря. Куда ссылать-то? Понимаешь, тут ГУЛАГ трудно построить. Непонятно. В Малая Думим ссылать людей? Куда их ссылать? В Малая Думим израиль не будет делать трансферов. Израиль не будет насильно никого переселять. Почему? Потому что мы не хотим жить в стране, которая себя так ведет. И за это мы платим. Если спросишь большинство населения, народу не скажет, мы готовы платить эту цену. Почему? Потому что мы хотим жить в нормальном государстве. Это вилка, я согласен, ну а что делать? Окей. Ладно, спасибо. Тов, господа и дамы, будем держаться общими усилиями. Я думаю, что то, что мы занимаемся, в том числе сегодня, мы внесли в нашу небольшую лепту создания лучшего мира, что я могу сказать. Все. Амысаль Хай, все люди его поддерживающие, Хай, я вас всех поздравляю. Счастливо. С праздником. Спасибо. Израильтяне в своем большинстве оптимисты. И Эбиседр, все будет хорошо. Это только вопрос времени. Понятно. К сожалению, вопрос достаточно существенный. Все, но посаран. Всем счастливо. Пока. Будьте здоровы. Пока, пока, пока. Пока. Пока.